не рисковав хотят и дуже таки знаете я куда рулетка игра в рулетку заманчиво такая но всегда вот все в ожидании в экспериментах планах вечного в голове и кис мысли атака всякие все наблюдения бывает знаете как думаешь уже все не хочется что-то другого хочется а потом дивится мнение ближайших своих родственников послухав потому что не каждый человек тебе напишет зритель не каждый напишет зритель он как зритель он зрение дивится и ждет тебе какой-то информации придерживаться ему твоей позиции или твоей позиции придерживаться уже хорошо если в семье есть людина яка от больше таки як направляет и подсказывает то есть ты можешь пообщаться поговорить такой смене положительного почуть вот потому что моя мама кто-то она же не казала лена доскики ты можешь уже грушевики дать никто полный историю приобретение инку пьется курей породы брезгальцы то есть плейлист на youtube канале хитрук елена жизнь там истерическая истерическая история про курей брезгальцы породы бреза брез и брезгальцы у нас так украине говорит брезгальцы почему так получилось ну по всей территории украины покупала и столкнулась тем что что очень и очень столкнулась ну и потом уже поделилась там коллеги мои из россии может это и особенность такая в цих курей из-за формы яйца вот из-за плода из-за инкубации такие они не стрессоустойчивые куры но хотя хочу сказать вот есть куры выбирающие чтобы были что несушки то несутся они все теки конечно разница есть от 130 яиц до 300 яиц породы то есть есть нема вот и ребята честное слово идеальной породы такая чтобы все во всем подвести машину вы купе покупаете да если мужчина не делится то нема такой машины чтобы вас все в чем-то устраивало что зякась функция есть привилегия есть не привилегия потому что если в той марке машины все было шо устраивает человека то все не было бы тоди другого выбора одну машину бы теки покупали все остальное было бы як не востребовано так как от самого и телефоны да вот дочка мне купила вот цей боги и называется одиннадцатый вот айфон а еще тринадцатый четырнадцатый получается что одиннадцатый вин лучший за двенадцатый тринадцатый четырнадцатый четырнадцатый чуть-чуточку педнялась вот так что хочу сказать и идеальных куринима есть экстерьер то есть если вы на поперению есть по есть штанах красивее росли и оперение вот вендоты вон и там разные расцветки такие дуже разные кура а человек уже девицы вот ему симпатизирует вот такая курица другому такая симпатизирует курица мне курицы все симпатизируют у кого вкусно мясо все в руку мясо не вкусно мене воним не симпатизирует меня интересуют курочки бульонного направления то есть мясные что было вкусно мясо и интересуют меня курочки тысячный раз уже говорю чтобы они были максимально скорость пелки может быть птиця красиво шикарно огромная джерсийский гигант ну вона позднее спела понятно что если птиця позднее спела то в ней мясо может быть чуть 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 ну жестче ну не можно сказать что жестче ну ну такие трошки потому что я держала юрловских голосистых к хинхинов брамы ну брамы конечно она не на мясо вот то конечно так ты у нас карандашками подписание все будет не подписание то конечно мясо совсем другая юрлаков дуже багато показала видео у них мясо аж таки аж темный квиде говядины вот ну и тоже по выращиваю одних других третих то есть кохинхины мне не что они подходят они в штанях в штанях надо чтобы они были в вольерах не ходили по болоте по траве по асфальті по асфальті чего не ходили потому что у них тут в перешки лазять в пальчики и потому тут у них колодочки забываются воспаление потом начинаешься все лечить и не подходами не вот если демон там по травички по газонной походили вольерчик раз забежали и все да и человеку нравится красивые такие стать не красивые юрлаки у нас были но подержали мы юрлаков и им надо усиленное питание таки хорошее рыба должна быть мясо трава выгул подвижность они чтобы они ходили по траве из них будет толк там такие герои красивые у меня были и очень трудно у юрлаков каннибализм в кохинхинах каннибализм очень трудно их поднимать конечно если комбикорм давать там если там комбикорма потому что дальше сфи робишь поздно спела птица меня мама сказала лена ты можешь за один раз как ты выводишь юрлаков ты можешь два раза вывести мини мясных и мясо дуже вкусно то же само и вернулись мы до ну да там у юрлаков курицы 4 300 3 600 вообще мелко считалось курица живым весом так что то да но они уже курочки там 5 5 с половиной месяцев начинали уже яичко давать а потом все таки девися девися вот например брезгальцы вона не уступая вес ну может там на пол килограмма меньше за я за юрловскую за юрловскую и того десь вот такого не хороший в них весных больше трех ну скоро спелка что четыре месяца и пять дней четыре месяца и пять дней уже уже в яичко тебе сипе яичко не маленький яичко 65-70 грамм нормальное яичко и мясо больше мягче нижнее чем у юрлаков потому что почему нижнее а потому что птица срок жизни и был меньше а там уже срок жизни чуть чуть больше курица бишь и 2 га с юрлаки они бишь и двигаются бишь и подвижные а бишь и подвижные то в мышцы бишь и кровообращение да бишь и кровообращение мясо темнее а если кровообращение мясо темнее то значит мясо и будет жестче вот так вот ребята эти яйца красивые крупные это вот сейчас другая порода да яйца серьезные таки эти яйца серьезные марин у этого мужчины что ты брала яйцо да ты 16 штук что ты казала что винтом вообще профессионально ци всем делом занимается него яйца да шикарно утонули все утонули хороши ци яйца мариша ти тоже хороши ну ти таки да шикарни главное нам шо марин чтоб там шось было да а шо там булок там цыпленок пивков да мне те яички нравятся спасибо марин что ты подала идею мене и сейчас мы помеем слизаньки вон и хорошо ну а те я захотела ци я цих захотела ца марина каже давай я тоби шо цих видимо давай там шоу на нам шо одна порода но не получилось там тоже заводчик серьезный но отказала она нам потому что каже птица в ней линяя так перегородочку я отсюда не буду робить перегородочку потому что по яйцам они меченые мы не попутаем та и курчата вырубляться разноцветные то есть цвет у них будет совсем разная дыши аузио ну как бы сказать все это вы ребята вы видите они будут пикаты я думаю здесь будет на покрову праздники покрови а что сегодня за число я вам скажу у нас сентябрь понедельник 26 значит раз два три четыре четыре дня начать сэбудэ семнадцатого до вырубится 17 октября чуть раннейше 17 октября и встретимся 17 октября и встретимся 17 октября и встретимся так бачьте сами вот лена наглядно лена сейчас на балака и конечно тут времени кто меня смонтировать кэс видео не будет ничего где-то 17 смонтировать маленькими кусочками хороший марин вот сим яйца вообще мне нравится длинных таких хороший хороший вот эта порода да с оплодом тут проблема мы побачим будем надеяться всегда теки на хороший программировать и давать желание теки на позитив желание так как самолет на огороде садишь и программу задаешь программируешь теки на позитив ну и не сильно там охка тягать и стрессовать спокойно себя чувствовать во всех ситуациях ребята всех ситуациях скьи к уже был опанники истерики сколько было на невиспанных ночей ничё страшного ничего страшного не получится цей раз получится на другой раз получится ацей раз что выведется и слава богу и тому будем рады я вот раньше в соцсетях такой, как одноклассники была, и тоже девочки, которые брали им купить яйцо, им привозили из Голландии, из Германии. Так, что вы думаете, если в она там заводчик купила яйцо, и, о, все-таки крупненькое, и в ней вывелось там, например, с 10 штук один, и она говорит, ничего страшного, главное, чтобы там был петушок, и все, петушок, чтобы не поменял кровь, и все, нормально, спокойно, без истерики. Вот, это, я так понимаю, наверное, был лоточек разрезанный, да, и все, так сделано. Это не такие продаются лоточки по 4, это просто тут, наверное, на 10 будет так порезанный. Ну, это и меню можно было бы так, как бы, бачите, как они хорошо сделали, вот так внимательно немцы делают. А я, если ложила, то ложила все. А я ложу, если лоток на 15, то 30 складаю на 15. Ну, я там поход хороший даю, и что еще? Поход хороший даю, и тут по Украине, если даже десь и раздавится, то там ничего страшного, я все равно даю походные яйца. А на перепели не даю походные яйца, плюс я в солому. А у меня есть видео, я не знаю, че я смогу перегрузить их сюда на YouTube, где Марина их покупала, себе дома открывала и показывала мне. Они были вот эти вот лоточки, и там было очень много бумаги, такой нарезанной, тонкой бумаги. Вот, не было никаких, так как у меня это солома. Была в одной коробке бумага, а в другой были просто листки, такие пожмаканные бумаги. Ну, как в журналах, там газеты. Понятно, что соломы нема. Где тут солому? Это только у меня, это такое, что солома есть. В России, то опилок очень много, где лесопильные? Да и у нас есть, вот, например, это Западная Украина, там больше леса, там есть опилки. У нас опилки, это огромный дефицит. У меня тут нема лесопильные. А где мебельная, то там опасно брать опилки, потому что на бебельной, они экстрессуют, то после этого лака, клей, лак, и эти опилки, получается, колючие. Тут вот, бачу, такие вот, видите, кучеряенькие. А то после мебельной, они колючие, можно десь яичко проколоть. Я один раз было купила, завезла там, одному охраннику, три лотка яиц, чтобы мешок опилок, он мне дав. Он мне дав, ну, чтобы они никуда не годные были. Даже на опилке подстолить там десь курям, не годится, потому что и в лапы поколять, иголки, або не едятся того клей, никуда. Не пригодна та вещь. Всегда, как купите опилки, то хоть спросите. Було у нас тут один цех, где работали веки на двері, там один дедушка був. То я в него покупала, платила ему, по-моему, 20 гривен за мешок. Потом мой номер, там цех закрили, та и все. Там тоже таки красивые кучерязи были. Вот так. Вот так мы их помаленьку помыем. Сейчас в инкубаторе, в инкубаторе влажность 55, сейчас 37,8. Я сейчас підниму до 38, пускай запустится эмбріон, и потом завтра уже включу на завтра 37,8. Для перепелиных яиц ничего страшного, хотя там и маточник у нас, то есть яйцо с той птицы, якою мы вырезали, ничего вылупится. Это красивое, здоровое яичко. Красивое. Вот так все. Ци яйца, Марина, уже десятий раз, тобі, наверное, говорю. Хорошие, ведь цего мужчины, что 16 штук, я бачу по яйцу, я чую по ихнему дзвону, а чем хороши, корм, наверное, а может даже тут выгул, не выгул, то есть, скорее всего, птица, вот такое яйцо, может быть, да, от корма, то есть условия хорошие у этой птицы, условия хорошие, яйцо хорошее, чувствуется яйцо хорошее, нравится мне вот такое яичко, хорошее, молодец, отлично, так что, если возможно, кто-то из тебя будет спрашивать, там, то есть, порекомендуйте, где что, мы побачим еще по оплоду, но по яйцу хорошее яйцо, ну ты сама открывала, бачила, но мне оно нравится, я его лично, мне вот такое яйцо нравится, не то, что оно там крупное, или что, это разные породы, просто самое яичко чувствую, еще таки день, 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 виднего, и да, я кот хрусталя, хрустальний цыплят, хрустальний наши французы, шо и ты, шо и ты, французская порода, вот, ну, может, описать в комментариях, ваши предположения, а там, будем бачить, так, ну все, последних 4 яичка, настаиваются, настойка таки, зных делается, шо вам шо рассказать, вот, у нас на 2023 год, в хозяйстве остаются, мини мясни, спрашивали, че есть очередь на, и инкуб яйцо, нема, пока сейчас, никакой очереди, это только в сезон, продаж инкубационного яйца, с февраля месяца, люди уже берут, у кого условия хорошие, там, саральчики тепленькие, берут и ранее, кто в декабре бере, кто в январе бере, думаю, что там цены изменятся, нет, цены, цена, если стоять, воно круглый год, одна и та самая цена, у меня цены нема, так что, ой, не берут, я по 2 гривни поставила, ой, берут, я по 10 гривн поставила, нет, у меня совсем по-другому, это цена породы, и это цена породы, а не цена спроса, у меня цена породы, так же и на перепелиные яйца, цена породы, инкуб яйцо, с мая 2021 года, цена 10 гривен яйцо, и до сегодняшнего дня, сентября 2022 года, цена 10 гривен яйцо, будут изменения, только если будет стартовый комбикорм, прыгать в цене, то, да, изменится цена, будет закупка, новой племенной породы, если что, изменится, трудности доставки, трудности и так далее, риски, то, конечно, все изменится, будет прыгать, ценники на электричество, конечно, цены будут подниматься, электричество, закупка, инкуб яйца, маточника, и корма, вот в чем зависит, я одна так сама есть, одна рабочая сила, вот, зарплата в мое, яйцо, мясо, ну и все, и помед, очень качественный, это золото, не помед, вообще для моего участка, вы сами бачите на участке, что я выращиваю, в этом году все показываю, по максимуму, что есть на огороде, кто у нас жиреет, кто у нас растет, какие у нас там фрукты, овощи, саженцы, крижовника, ягоди, очень хорошие, малины, что у нас там, помидоры, огурцы, диньи, картошка, кабаки, клубничка, сливы, какие у нас красивые, яблоки, аберкосы, черешни, вишни, все, 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 что можно для себя, то есть для любителей, что вы любите, то вы и садите, хочу сказать, что картошка, это вообще неблагодарное дело, такий участок забыть в картошку, и развести в себе фитофтору, а картошка у нас вот в Первомайске 10 гривен килограмм, ребята, 10 гривен килограмм, да я могла диньи продать, на таком великом участке вырастить диньи, диньи продать, який по 70 гривен килограмм, и не играться с той картошкой, ребята, и не играться с той картошкой, так чтобы на штатив не шрёпнувся не дай бог вот так что я отсюда сделаю я сделаю отсюда такой салфеточкой и тут свободное место ну значит я же у меня просто заказы на инку яйцо перепеление значит сюда на пол контейнера я сделаю 6 сюда доложу яйца через три дня и у меня будут вместе лупиться и перепелини и куринь и яйца в один день хотя лучше чтобы вылупились сначала перепелята перепелятка за четыре дня подрастут и потом лупится курчата вот так ну чтобы у нас не пустовав контейнер я сделаю для перепеляток перепеляток трошки выведу все равно цеплята будет грится лампа будет уход будет занятость брудера будет ну а как вылупится перепелята будет сыровьял а сыровьяльное мясо очень вкусные особенности если мы будем например есть и если это у нас в октябре вылупиться вот ноябрь декабрь и красный новый год будет вырезка перед новым годом вот ну и на день влюбленных в кенте января даже скорее всего что кенте января на мои дни рождения можно уже посмаковать сыровьялочкой то есть планы вперед идущему всегда надо особи дорогу планировать будет конечно изменения но мы должны как будьте якуте животни в лесу чуть-чуть чуть-чуть маневрики делать все ребятки всем добро встретимся через двадцать одни сутки до побачья всем пока а нам хорошего вывода и максимального плода всем всего доброго мариночка целую тебя всем пока